На днях в полицию Геогинского района поступило сообщение о мошенничестве, совершенном в отношении 79-летнего местного жителя. Пожелый мужчина рассказал, что в начале февраля текущего года к нему приходили две женщины. Представившись социальными работниками, они сообщили о якобы положенной ему прибавке к социальной пенсии. Под предлогом наличия купюр только крупного номинала, гости попросили разменять их. Войдя в доверие к пенсионеру, они зашли в дом. Незнакомки предложили потерпевшему обменять все его деньги. Мужчина ответил согласием и передал мошенницам 50 тысяч рублей. Обман обнаружили родственники пенсионера. Оказалось, что вместо настоящих денег пожилому мужчине отдали сувенирные бумажки с надписью «Билет банка приколов». В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс разыскных мероприятий. Помните, что при общении с лицами, представляющимися работниками социальных и коммунальных служб, не следует верить им на слово. Всегда проверяйте документы, позвоните в учреждения и поинтересуйтесь, есть ли у них такой работник, должен ли он в этот день посещать вас и какова цель его визита. В продолжении темы отметим, что в феврале в Адыгее зарегистрировано 26 фактов дистанционного мошенничества. Общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Практически все они были осуществлены посредством мобильной связи или с использованием сети интернет. В основном гражданам звонили незнакомцы и сообщали о всевозможных проблемах с банковскими счетами или озвучивали выгодные предложения. От людей лишь требовалось продиктовать коды из СМС-сообщений. В эти дни с заявлением по факту крупного телефонного мошенничества в полицию обратилась 61-летняя Майкопчанка. Несколько часов на ее телефон поступали звонки с 10 разных номеров, начинающихся на 8495 и 8499. Неизвестные настаивали на выполнении ряда финансовых операций. Причем предлоги были разные, но все они касались ее счета. Спустя время им удалось убедить потерпевшую, и она с разных банкоматов перевела мошенникам все свои сбережения. Ущерб 550 тысяч рублей. Еще об одном крупном факте мошенничества в полицию республиканского центра заявил и 58-летний местный житель. Он рассказал, что незнакомцы посредством мобильной связи, используя номера, начинающиеся на 8495, сумели обманом завладеть его сбережениями. Ущерб 390 тысяч рублей. В Адыгее сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков. В хозяйственной постройке был оборудован тайник, в котором находилось более 100 граммов марихуаны. В ходе проведения мероприятий в поле зрения сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский попал 47-летний местный житель. Во время осмотра в его хозпостройке обнаружен тайник, в котором находилась металлическая банка с высушенной массой растительного происхождения. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело. Необходимо отметить, что санкция соответствующей статьи УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Работа по пресечению незаконного оборота наркотиков ведется в регионе на постоянной основе. По данным республиканского МВД, с начала февраля 2021 года сотрудниками полиции возбуждено 11 уголовных дел. В основном были обнаружены соль, мифедрон, героин и марихуана. Общий вес всего изъятого составил более 350 граммов. Одно из таких противоправных деяний зафиксировано оперативниками в городе Майкопе. Полицейские получили сведения о том, что 25-летний ранее судимый местный житель планирует наладить сбыт наркотиков в Майкопе. Подозреваемого сыщики задержали по месту жительства. В его квартире оперативники обнаружили пакет с порошкообразным веществом и большое количество свертков. Эксперты изучили содержимое и выяснили, что в них находится мифедрон. Вес изъятой партии составил около 100 граммов. Еще одним результатом работы оперативников полиции Майкопа стало задержание 20-летнего жителя Краснодарского края. При себе парень хранил вещества, которыми по результатам экспертизы оказались мифедрон и марихуана. Изъятые он планировал реализовать путем тайниковых закладок. Напоминаем жителям республиканского центра о возможности присылать фото и видеосъемки по фактам незаконного оборота наркотиков через мессенджеры WhatsApp и Telegram на номер 8-967-308-82-28. Следственным управлением МВД по республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, являющегося директором одного из обществ с ограниченной ответственностью. Руководители группы неизвестных лиц подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России, мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Основанием для принятия такого процессуального решения послужили результаты оперативно-радостных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Майкопу. Установлено, что в 2019 году директор ООО, действуя в сговоре с другими лицами, разработал план, согласно которому работники возглавляемой им фирмы на безвозмездной основе приняли участие в составлении проектно-сметной документации на основании коммерческого предложения, содержащего заведомо завышенную стоимость продукции, тем самым увеличив сумму контракта. После заключения контракта подозреваемые и неустановленные лица похитили около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Расследование продолжается.